И пятнадцатый серийный наставка турнира. Для начала Дэвид Феррер делает счёт 30-0. Ну вот, для начала и позабавили публику. Нет, не достать этот мяч. Хороший. Хороший на дальше. На дальше. Ну, это не трудно было. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ох, какая классная остановка мяча. Так что не буду вас опутать. Так вот, 30-0 на даль. Не дожидаясь падения мяча, делает, ну, вроде бы, Хуан Игнасио Челла. Аргентинец тоже как бы грунтовая сторона представителей грунтового тенниса Челла в четвертьфинале. Два испанца, один из сегодняшних участников, или не везет Федерару на грунте, как везет ему на харде. Также в свое время был и Питес Санпреса. Вот говорят, что у него... Я про Агаси заговорил в том плане, что последний универсальный игрок, который в прошлом году здесь... Мы все видели слезы, переживания. Закончил выступление в профессиональном теннисе Андрей Агаси. Теннисист из Диньки. Вот это первые намеки на проблему Дэвида. Ах, какая классная комбинация. Неожиданная рельефа в обороне соперника. Блестящий исполнитель. Диагональный удар. А вот это Феррер явно неожиданно. А мяч опускается. Неплохую для себя диспозицию реализовать. И вот подтверждение. Второй мяч. Близок сейчас был Надаль. Ну, вроде бы на 10 сантиметров пониже, но по современным теннисным меркам, конечно, Дэвиду приходится компенсировать этот пробел. Своей активной Феррер вышел в гейме вперед. И первый эйс. Без проблем. И открывает счет эйса. Надаль первый. Ммм, что ж. Вся прелесть тенниса. Достанет. Достанет этот укороченный мяч. А мог здесь сыграть? Надаль. Мог, но, видимо, задумал сыграть уже по отскочившему мячу. Ну, вот тут просчитался. Мог, но, видимо, задумал сыграть уже по отскочившему мячу. Мог, но, видимо, задумал сыграть. И этот брейк-поинт. Он сделал такой отрыв в этом. отрицательном показателе вот соперника. Сейчас 8-7. Ох, как здорово. На опережении, да, сделать подачу Дэвид Феррера. Чего-то он испугался. Готовить одну двойную ошибку, сделать за весь сет именно в такой момент. Да, развалилась, явно развалилась игра у Дэвида. Шесть даже подряд невынужденных ошибок. Наталью просто ничего не оставалось делать, как выигрывать тайбрейк, проанализировать выступления наших женщин. А с другой стороны, зачем вы говорите про женщин, анализ женского тенниса, когда идет мужской матч четвертого круга. Вот попробуй разберись, как говорится, как в том анекдоте. То есть сначала в своей семье раций отражаются на суставных, на суставах локтя и появляется такая неприятная болезнь. Ну это быстренько так в общем, в общей теме, а Наталь делает первое. Потом не ранее, чем в 12.30 Шавай-Кузнецова. И по второй. Женский четверть, чем это нижняя часть, турнир списания на завтра. У Надаля. Вот не по делу этот полуукороченный мяч в середину корта. Конечно, Феррер, ну явно видно было, что переиграет. Десятого, двенадцатого гейма первого сета стали дихо раздавать очки. Очень много ошибок в контрасте с тем, что в начале первого сета попробуй от вырви очко, попробуй выиграть только лишь активный розыгрыш, приводит к успеху, но никак не ошибки. Не ошибки. На пять. На пять. Не хватило концовочки. Глестяще. Но тут нужно. Молодец. Ой, как здорово. Надаль в роли догоняющего. АПЛОДИСМЕНТЫ Так и хочется сказать, гейм зависает у Надаля. АПЛОДИСМЕНТЫ Переигрывает. Переигрывает. Теперь уже переигрывает и по скорости. Вот вам наглядный пример по скорости, как переигрывает. Поэтому назвать ее уж очень невынужденно и сложно. Но, тем не менее, другого не придумали. АПЛОДИСМЕНТЫ Какая-то очень темная история. И вообще не хочется давать комментарий по этому поводу. Хотя я, в общем, общаюсь и с Николаем, и с Эдиком, его братом. И с другими тренерами и специалистами, так будем говорить, федерацией тенниса. АПЛОДИСМЕНТЫ Уйдет мяч на дальнюю. Вот сбился прицел с середины корта. АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас свечечка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да шагнуть не успел. Но очень рискованно играл. По-другому нельзя, наверное, в современном теннисе. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это блестящее решение. Которую сделал в девятом розыгрыше на тайбрейке Ферер. Дав возможность сопернику получить сетболы. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот ответный подарок. АПЛОДИСМЕНТЫ М péri. АПЛОДИСМЕНТЫ ПАПЛОДИСМЕНТЫ Ну просто. Попал в резонанс Такая серия Просто выданная на гора Дэвидом Феррером Что с ним творится Сбивается игра 15-0 30-0 Не оттягивая Додожная И Надаль по-моему не очень-то тут Корячился Надалью Красиво Он здесь Ну не столько очевидно Но сколько Превосходство Дэвида Дэвид Феррер И взял тем самым Поставил окончательную точку В сете Спокойно Тут надо спокойно выигрывать Тем более что Уис Оупен Карлос Моя в четырех сетах Выиграл У Эрнеста Гулгиса Безусловно Колоссальный успех Юного Латвийского дарования Но сегодня четыре сета И если бы вы видели Как Карлос Мой С каким энтузиазмом Встречал эту победу Вернее Реагировал на последний На последнем матчболе Он свалился на корт Чуть ли не плакал от радости Тридцать один год Карлос Мой В четвертьфинале Еще представитель Сербии И вот Будет ли Ну то что Один из сегодняшних Ну вот тот самый Себе Небольшие проблемы Пятнадцать тридцать В отличие от второго розыгрыша Места Южно сыграл Вот в награду ему Геймбольный мяч А это уже в награду ему И целый гейм Ни много ни мало Именно туда Где будет Давненько Не, надо ли сразу же Даже дотягиваясь до мяча Еще и психология Ноль тридцать Нет, я сказал, что теннис Это еще и психология Попроще, 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 конечно Не надо ничего Потом раздадут Раздадут Да, не упускает На подачу Дэвида Феррера Игра, а у нас час ночи. Задняя линия, глубокая свеча. Мне кажется, трибуны все-таки, трибуны, возгласы на трибунах заставили Дэвида попробовать, ну, попытаться. А, все правильно, а все правильно, мяч попадает. Так вовремя. В этом сете сводится к нулю. Хотя шансы есть всегда, да? Эйсов не так много. Эйсов не так много, и потерь геймов на подачу вполне достаточно. Аут. Вообще поражает количество переводов с диагонали на линию. Вот на ваших экранах был тренер. Молодец. Не просто так, а по-моему даже что-то... И вновь, и вновь с хавкорта активный. С минус сторон играет музыка. Это весело, это приятно, это как в хоккее. Какое новое введение в свое время, ну уж да. Какой удар держит, а? Девят, как держит удар. И тренер Рафаэля. Гейм обеспечит билет в Шанхай. Я бы, честно говоря, подождал окончания Юэйс Оупен. И после этого, как правило, после Юэйс Оупен начинается период, в конце концов, зацепится. Кому повезет, кому не повезет. А кому нужно, скажем, в Берси попасть в четверку, а кому можно, может быть, в Берси вообще-то и не играть. В последнее время это действительно проблематичным становится вопрос. Многие только знают, это надо считать, надо все это выверять. Далее, шестой Гонсалес, тот, который нашему Габашвили проиграл здесь в первом круге и ничего не привез из Нью-Йорка. Казалось бы, подача-то правильная в случаях, а вот в этой игре Рафаэль первый раз, похоже, порадовал таким активным приемом. Здорово, ну какой перевод, а? Ну, Ферлен, это было 15-40, потом 30-40. Тогда Надаль отыгрался. Вы знаете, что поражает? Я вот сразу же хочу... Да, Надалю сейчас не позавидуешь. Просто вдохновенный теннис. Ну, я не знаю, ну, по сетам. И еще на вдохновение Эйс прорезался. Он может и длинные розыгрыши сыграть, и быстренько организовать вот такой, скоротечный. Не получилось, затевает... Затевает обмен ударами. Играть, 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 не выключаться из игры. Дэвид Феррер на страже. Закрепить свое лидерство. Ну, почему так сыграл? Да потому что Надаль ждет, как... Куда ли Санадали найти подходы к сопернику? Или у Феррера пропадет уверенность в игре? Ну, вот. А вот это зря. Вот это Надаль зря сделал. Ни к чему этот укороченный мяч не привел к хорошему. Три часа двадцать восемь минут. Вот общее состояние. Надаль выиграл первый сет, а затем... Первый сет на тайбрейке, а затем шесть четыре, семь шесть. И шесть два. В третьем сете Дэвид Феррер добил своего соотечественника. И впервые... Да, впервые выходил. И пятнадцатый сейный наставку турнира. Для начала Дэвид Феррер делает счет тридцать на. Ну вот, для начала и позабавили публику. Нет, не достать этот мяч. Хороший. Хороший Надаль. Надаль. Ну, это не трудно было. Аплодисменты. Аплодисменты. Мы заняли эту минишу. Jahren. Аплодисменты. Вот какая классная остановка мяча, так что не буду вас опутать. Так вот, 30-0 на даль, не дожидаясь падения мяча, делает вроде бы Хуан Игнасио Челла, аргентинец, тоже как бы грунтовая сторона представителей грунтового тенниса Челла в четвертьфинале. Два испанца, один из сегодняшних участников, или не везет Федору на грунте, как везет ему на харде. Также в свое время был и Пита Санфреса. Вот говорят, что у него... Я про Агасия заговорил в том плане, что последний универсальный игрок, который в прошлом году здесь, мы все видели слезы, переживания. Закончил выступление в профессиональном теннисе Андрей Агасий, теннисист из Диньки и Росе. Это первые намеки на проблему у Дэвида. Ах, какая классная комбинация, неожиданная в обороне соперника. Блестящий исполнитель. Диагональные удара, вот это Феррер явно неожиданно. А мяч опускается. Неплохую для себя диспозицию реализовать. Нет, пока, пока не удается. Пока... Вот подтверждение. Второй мяч. Близок сейчас был Наталь. Ну, вроде бы на 10 сантиметров пониже, но по современным теннисным меркам, конечно, Дэвиду приходится компенсировать этот пробел. Своей активной Феррер вышел в гейме вперед. И первый эйс. Без проблем. И открывает счет эйса. Наталь первый. Ну, что ж. Без проблем. 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 Продолжение следует...